Всем привет! 7 августа. О, голуби полетели. Ой, на улице опять обещает быть жарко. Вчера была жара невыносимая. На улице тихо. Птичка где-то пищит. Тиф-тиф, тиф-тиф. Время седьмой час. Вот как так поставили машину прямо на входе. Машину уже ставят везде, где только можно и нельзя. Можно же было, либо там стояла уже машина, еще уехала. Прямо впритык ставят. Акация моя стоит спокойная-спокойная. МЧС вчера две смс-ки аж прислала, что Будьте внимательны. По Ростовской области обещают ливневые грозы и так далее. Но непонятно, где эти ливневые грозы идут. У нас они не идут. В планах у меня сегодня снять МК, экспресс-МК. Если никто не перебьет эти планы, то я его, конечно, досниму. Очень много времени отнимает снятие всевозможных МК. С первого раза снять невозможно. Приходится по нескольку раз один и тот же эпизод переснимать. Я говорю это не потому, что я жалуюсь, а потому, что многие там пишут. Опять же, возвращаясь в комментариях, и опять вы мне будете говорить, не обращая внимания. Я стараюсь не обращать внимания, да и сейчас уже практически не обращаюсь. И сейчас вообще практически не обращаю. Это я к тому, что временные затраты большие от того, когда я там, допустим, показала комбинезон. Я не могу выставить видео на следующий день, потому что у меня еще не готов мастер-класс. Вот, тем более, что я его перевязываю. Вот. И как бы вам нужно просто запастись терпением и немножечко подождать. Естественно, все я выставлю. Вот. А вы же хотите, чтобы я выставила такой мастер-класс, по которому можно было связать вещи. Поэтому я вот как бы стараюсь сделать все как положено. Ладно, что-то я опять углубилась в эти рассуждения. Пойду-ка я пить кофеечек. Вам хорошего дня. Сегодня у меня на обед супчик. Супчик с фрикадельками. Рис с мясом. Здесь где-то грамм 300 фарша. И 3 ложечки столовых я добавила. Рис. 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 И одно яичко. Все это хорошо перемешала. Картошечка сейчас у меня сварится. Минут 5. Да, уже сейчас я буду бросать. Она уже закипела. Минут 5 покипела. Здесь у меня подсолнечное рафинированное масло. И сливочное. Я всегда чуть-чуть, когда готовлю супы, немножко добавляю масла. Совсем-совсем чуть-чуть. Сейчас растопится масло. И я добавлю сюда лук. И пожарю до золотистой корочки. Затем добавлю морковочку. Ну вот. Лук с морковкой у меня пожарились. Такой золотистый цвет. Обалденный. Фрикадельки тоже у меня уже варятся. Скоро будут готовы. Ай, как вкусно пахнет все. Еще я сегодня сварила компот. Здесь у меня клубника, малина и черешня. У меня были замороженные. И я все это сварила. Теперь буду по вкусу добавлять сахар. И буду пить вкусняшку. Вот такая красота красивая у меня получилась. Я уже бросила зажарку. Эта кастрюлька у меня немного побольше. Потому что я планирую завтра снимать мастер-класс. Поэтому не хочу сильно себя загружать. Поэтому решила приготовить не на два, а на три. Чтобы мне хватило. Потому что каждый день готовить тоже это отнимает время. Но если вы обратили внимание, я готовлю такие быстрые блюда, которые много времени не требуют. То есть, как бы, вот этот суп у меня минут 20 всего заняло в приготовлении. От начала, ну, пускай 25. Потому что пока закипала вода, я подготовила картошечку. И картошечка закипела. От закипения картошечки надо, чтобы 20 минут все это дело покипело. Потому что там рис. Ну и как всегда, я в конце посолила. Добавила чайную ложечку сахара без горки. Как уже я говорила, я добавляю в все свои блюда сахар. Сейчас закипит. Я еще добавлю лавровый листик. Вы можете поперчить и любые другие специи добавить. Но вы не представляете, какой же он вкусный. Смотрите, какие фрикаделечки. Одна в одну. Такой красивый. А запах, девочки, я не знаю. Вот, видимо, такой специфический запах дает смесь масел. То есть, масло рафинированное, сливочное. Ну, просто, я не знаю. Мне очень нравится. Я люблю такие супчики. Как видите, я их готовлю. Мне одна подписчица сказала, что, типа, я показываю, жалуюсь, Типа, что я готовлю пустые супы. Нет. Я их готовлю не потому, что я жалуюсь. Потому что я их люблю. Я очень часто, даже у меня есть мясо сейчас. Но я готовлю очень часто пустые супы. Потому что они мне очень нравятся. Это раз. Во-вторых, их быстро приготовил, покушал, съел и все. Допустим, я готовлю. Вы видели, какими порциями, я имею ввиду, какими кастрюльками я готовлю. Ну, вот эта кастрюлька, наверное, на литра два с половиной. Не три это точно. Вот. Возможно, даже два. Она просто, как бы, узкая и широкая. Вот. Ну, вот. Закипел мой супчик. Сейчас я врушу лавровый листик. И буду кушать. Приятного аппетита мне и всем тем, кто сейчас пойдет кушать. Или кто кушает уже вместе со мной. Всем привет. Ох. Это у нас так мусор. Сегодня 8 августа. У нас такой свежий ветерочек. Прям вот свежайший. Прям не знаю. Не получаю максимум удовольствия. Вот некоторые люди, может быть, еще спят. Они уже гремят во все. Ну, работа есть работа. Никуда не денешься. Каждый хочет отработать и уйти. На улице. Прям ветерочек вот такой хороший. Деревья. Шумят. Ну, и через постоянно, каждый день присылают смс-ки о том, что где-то идут грозы. Я вчера смотрела в интернете. У нас гроз не ожидается. Облачная. Вот сегодня солнца такого нет. Спрятано вот там вот где-то за облачками. Сейчас время 8 час. Я сегодня что-то поспала долго. В 6 часу проснулась от того, что болит голова. Не знаю, бывает у вас такое, что вы можете проснуться от того, что болит голова. Я встала, пошла, попила водички. Пришла и думаю, может быть я неправильно лежала на подушке. Легла в другое положение. И опять благополучно задремала. И вот проснулась совершенно недавно, где-то полчаса назад. Машину перестали, значит ей пользуется машина, которая ободранная. О, солнышко выглянуло. Видите, все светит. Сразу стало жарко. Прямо сразу момента. Вот так вот. Вам хорошего дня. Пошла я пить кофе. Долго я сегодня с собой боролась, но не поборола себя. Спекла, пожарила вот такие плачинды. Или плацинды, или как там плаченты, или как-то они их там называют, по-всякому. Вкуснячие, с картошечкой. Видите, какие они у меня слоеные получились. Такие румяненькие. И вот такие, как пирожочки, я очень люблю. Мне они очень нравятся. Я очень часто готовлю. Практически сделала. Еще один остался у меня. И у меня все будет готово. Чаечек у меня уже там стоит. Я попутно и ем сразу же. Ну что, мои хорошие. Опять же, желаю и вам, и себе приятного аппетита. А вы видели вот такой рассвет? Доброе утро, друзья. Девятое августа. Опять меня разбудила музыка. Время 4.41. Одна. А вот там, если вам видно, сейчас я приближу, нарождается луна. Вот она. Маленькая луна. И вот такое небо. Огненно-красное. Я проснулась от того, что вот это вот забухало. Ну, как бы меня это не напрягло, потому что я сегодня ночью ни разу не просыпалась. Вчера легла пораньше. И я просто глянула, ну, вышла глянуть, иди опять очередной раз бухает. И увидела такое небо. Представляете? И я быстрее за телефон, чтобы снять и показать вам его. Вот. Вчера, не поверите, целый день, вот целый день, где-то с 7 часов утра, наверное, я снимала мастер-класс. Экспресс называется мастер-класс по вязанию комбинезона. И представляете, закончила в 10 часов. Я его так и не отмотировала. Не знаю, у меня либо моя техника сломалась, либо, может быть, компьютер не воспринимает столько правок. Или много съемок было у меня. Потому что я то один кусочек, когда начинаю просматривать, то один кусочек забыла, побежала, сняла, добавила. То другой кусочек. И получается, что снимать экспресс-мастер-класс гораздо сложнее, чем, если бы я сняла полноценный мастер-класс. Ну, для меня. Пускай бы я больше времени затратила, потому что вязала. Но у меня бы там было бы все по порядку, и я ничего бы не забывала. Потому что прошло определенное время. Я же говорю, начиная смотреть, и забыла, что вот это я не сняла, это не сняла. Вот. Потом уже села в десятом часу, по новой все сняла. И буду опять сегодня с утра монтировать. Не знаю, усну я еще сейчас или нет. Ну, скорее всего, что нет. Хотела снять. Нет, не видно. Там вороны эти, которые мигрировали. Я не знаю, почему они сюда прилетели. Но они не на наши деревья, а туда, на деревья улицы мигрировали. Их там целая куча. Я ходила вчера в магазин, их столько много. Такая огромная стая. Ветерочек такой хороший, прям хороший ветерочек. В том смысле, что прохладный. Очень хороший. По крайней мере, для меня. Я даже не знаю, там, наверное, внизу холодно. Не знаю даже, сколько градусов. Ладно, пойду посмотрю, что у меня делается. В компьютере поставлю на скачку. Своё творение вчерашнее. И пошла снять денежку. И вот я вам показывала кинотеатр «Комсомолец». У нас здесь в холле стоит банкомат. И вот я решила показать, как выглядит пол нашего кинотеатра. Там вот квадратиками. Это у нас ресторан, тот, который я вам говорила. И вот это кассы. Ну, там банкомат, куда я заходила. Пошла на выход. Пошла тратить копеечную пенсию. Вышла с кинотеатра. Здесь вот Корчагинский поход продолжается. Такой памятник. И там у нас фонтан, да? И посмотрите, что делают дети. Купаются в фонтане. Устроили куполь. Вот так вот. Зачем ходить на море, когда можно в центре города устроить себе вот такую развлекуху. Ой, какие молодцы. Я представляю. На сегодня, между прочим, прохладнее, чем обычно. Я что-то особо родителей тут не вижу. Скорее всего, что... Прям даже в одежде купаются платья. В одежде полностью. Ну, высохнет, наверное, уже все на них. Я думаю, что она не холодная там вода. А вода им по колено. Ну, здорово все равно. Так, пошла дальше. Если что-то интересное будет, покажу вам. Здесь вот у нас такая тоже центр города. Я вам с той стороны показывала. Это показываю здесь уже как бы непосредственно близи. Название торговая галерея. И там вот везде, на всем протяжении у нас киоски всевозможные. А я же иду вот туда с арочками. Там у нас магазин FixPrice. У меня все закончилось. Закончились все моющие, чистящие и так далее. Смотрите. Ой, ветер такой. Я не стала ждать завтра. Потому что завтра, не знаю, будет же такая погода прохладная или нет. Посмотрите, какие красивые цветочки. Просто красота. Неописуемая. Такие красивые. Ветер сумасшедший. И так красиво посажено. Такая большая площадочка. Большой монитор. Но что-то не работает он у нас. И очень давно. Пошла в FixPrice. Ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители, веселую историю слышать не хотите ли? Как я за час потратила 2000 и принесла домой всего лишь два пакетика. Ну, я думаю, это не новость ни для кого. Вот. Значит, я спешу вам показать, что же я купила. Значит, первоначально покажу вам вот такую расческу. Не знаю, подойдет она мне или нет. я когда рассказывала о своей поездке на море, забыла рассказать вам о том, что я на море оставила свой фен, оставила свою расческу, которая у меня боевая и подходила мне. Вот. И оставила зарядное устройство, проверила абсолютно все тумбочки. одна осталась, которую я не проверила и в ней я забыла все. Вот. И, естественно, когда я приехала домой, у меня нечем теперь фениться и даже нет расчески. И как бы я думаю, что надо хотя бы купить расческу, потому что можно ну, я делаю в последнее время, правда, у меня побольше расческа, а волосы у меня коротковатые. Просто в процессе сушки подправляю волосы расчесывая, придаю форму, они подсыхают, я потом еще раз придаю и так хотя бы хоть что-то подобие прически. Без фена, конечно, мне никак. Я всю жизнь сколько себя помню, в начале фенила, потом феню волосы, а получается, что по приезду с моря я ничего не делаю, и на голове у меня черт копеечку искал. Лирическое вступление. Дальше я приобрела вот такой шнур 30 метров. У меня на балконе натянута веревка, и она уже у меня вот когда я приехала, и она с того момента натянута, но я не знаю, что там снаружи, но она, по-моему, точно такого же качества. вот внутри там какой-то как волокно, снаружи такая, как шнурочек, да, а внутри как волокно. Вот я рассказываю про ту ниточку, которая у меня на балконе, и я вижу, что у меня лопнул вот этот шнур, и там вот эти ниточки на честном условии, то есть я с опаской каждый день жду, что она у меня оборвется, но конечно, я понимаю, что это не проволока, и на балконе у меня холодно зимой, летом жарко, конечно, естественный снос есть, поэтому я приобрела еще такой шнур, приедет моя дочь с зятем, я попрошу, чтобы они мне натянули ее, потом я конечно не обошла стороной швейные вязальные принадлежности, и приобрела себе вот такие металлические спицы, я не знаю нормальные они будут или нет, это спицы 325, здесь такой стопор хороший, вы знаете, как бы иногда возникает потребность, вот особенно сейчас у меня когда малыш не хочется задействовать кольцевые спицы, которые у меня длинная леска, да, у меня вся леска от 80 сантиметров, и как бы я подумала приобрести вот такие вот спицы, спицы, у меня есть, но они все потолще, у меня там пятерка, четверка есть, а вот тройки, в данном случае 30-25, вот такой потоньше нету, они, вот эти спицы у меня больше всего в ходу, и я думаю, ну что такое, 77 рублей, не такие уж большие деньги по нынешним временам, конечно, для меня это еще, ого, какие деньги, но, тем не менее, если соотнести сколько стоят спицы, допустим, Ади, эти, то как бы можно сделать выводы, вот такой остренький кончик, не знаю, что за качество у них, что это за спицы, 35 сантиметров, чьи они, я не знаю, видно тут или нет, все так написано мелко, что ничего тут непонятно, ну, чьи-то наши, короче, Московская область написана, ладно, купили, будем пользоваться, дальше я приобрела вот такой чехол для сидушки в туалет, у меня сидушка такая боевая, но она прикреплена так с унитазом, что чтобы ее снять и приобрести новую сидушку, нужно снимать бачок, естественно, я этого не смогу сделать, поэтому очень удобно, стоит 55 рублей, и я вот получается, ну, наверное, с полгода прошло, когда я в прошлый раз покупала вот эту такую сидушку, она с обратной стороны дермантин такой, ее, кстати, можно снимать и стирать, я, правда, не пробовала, но так как у меня приезжают мои дети, я решила купить новую, и вот приобрела, сегодня поменяю, и у меня как будто будет новая сидушка на унитаз, вот, дальше, что я приобрела в фикс-прайсе, я купила вот такие мешочки для мусора на пылесос, или для пылесоса, да, мешки для пылесоса, написано универсальные, подходят большинству моделей, ну, у меня примерно вот такой пылесос, как на картинке, как на картинке, я надеюсь, что мне подойдет, вот, тоже стоит вот 99 рублей, я смотрела, где же я смотрела, короче, в каком-то магазине, где продают пылесосы, и так далее, там я видела за 200 с копейками, но, собственно говоря, какая разница, какой мешок выкидывать, за 250 с чем-то рублей, или за 99 вот, затем я приобрела вот такое средство, не знаю, не пользовалась ни разу, хочу посмотреть, что оно из себя представляет, тоже стоит 77 рублей, по-моему, оно, это средство, тоже для чистки унитазов, раковин, безупречно устраняет известковый налет, ровщину и другие загрязнения, ну, вот, проверим, что оно из себя представляет, потому, что такие же средства в магазине, ну, в других магазинах от 100 рублей, и за 99 рублей я приобрела литр аоса, моющие средства, мне, конечно, его надолго хватает, ну, вот, приобрела, дальше, я купила вот такую пряжу, как я могла обойти, конечно, я не обошла, это 100% акрил, но я купила его на носочки, представляете, какие будут цветные красивые носочки, я уже по-подобному типу покупала пряжу и вязала дочери, я их показывала вам, вот, я решила приобрести еще, и сейчас уже приближается осеннее время, и даже возможно, я не только носочки как бы свежую, посмотрите, какая красивая расцветка у этой пряжи, я купила их 6 моточков, и то только потому, что я была ограничена в средствах, у меня всего было 2000, которые у меня остались от пенсии, и 700 рублей я еще оставила себе на проживание до зарплаты на YouTube, все как на духу рассказываю, вот, и этот, вот, получается, я вот ровно 2000 потратила, я пошла, сняла 2000 с карточки, 2000 я их потратила, и получается, вот я взяла 6 моточков вот этой пряжи, кстати, здесь не 100 грамм, а 85 грамм, то есть получается 6,8 48 и 6,5 30, ну, 500 грамм я приобрела вот этой пряжи, даже можно полноценно какую-то вещь связать, жалко, что здесь возможно где-то и написано сколько в этих 85 граммах метраж, может быть я потом найду, когда буду смотреть, но сейчас пока я этого не увидела, вот, и еще я докупила 2 упаковочки вот таких ниточек, вы знаете, я показывала неоднократно, что я вижу такого цвета тунику, и у меня осталась ровно упаковка, и я думаю, хватит ли мне или нет, потому что я же хочу еще и рукав связать, а у меня получается я переднюю часть связала, а спинку еще нет, поэтому с одной стороны вот так вот чисто если подумать на глаз, то вроде как хватит, но лучше пускай у меня будет запас и останется, я ее потом в какие-нибудь салфетки или еще что-то употреблю эту ниточку, или может скомбинирую, это не страшно, лучше пускай останется, чем не хватит, и потом ломай голову, где это все взять, это вот все я купила в фикс прайсе, где-то у меня даже был чек, но сейчас я его наверное не найду, куда я его делал, а в общем я не знаю, хотела сказать на какую сумму я это все купила, ну да бог с ним, правильно, салфетки вот 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 я купила на 1297 рублей да это чек оттуда вот спицы для вязания это он то есть практически на 1300 рублей я купила это все затем я зашла в белорусский магазин купила масло вот такое белорусское мне очень нравится мне напоминает оно домашнее масло такое вкусное ну не знаю я очень прям полюбила и каждый раз покупаю в белорусском магазине такое масло и еще покупаю вот такую сметану оно конечно дорогая в сравнении со сметаной которая у нас в магазине 26% стоит здесь 91 рубль вот у нас по-моему домик деревни можно за 8 практически такая же цена там 30% что-то 80 копейками можно купить и еще я купила вот такую колбаску модера так расхваливали так расхваливали ее здесь на 200 с чем-то рублей я уже не помню когда я покупала такую колбаску наверное только когда еще работала в Москве это наверное лет 5 назад я позволяла себе такую дорогую колбасу купить она что-то 700 с чем-то рублей килограмм стоит вот но вот улыбнулась мне счастье или я не знаю снизошло на меня что я решила купить такую вот колбасу и завтра буду кушать бутерброд с такой колбасой хлебушек намажу маслом ой сегодня есть не буду на ночь потому что я отекаю по страшной силе еще на рынке я купила вот такой симпатичный персик у нас стоит такой персик 150 рублей и здесь у меня на 120 рублей пошуршу вам немножко потому что хочу показать какой огромный какой красивый персик а то отойдут персики и я даже не попробую в этом году персиков вот такие короче три персика почти на килограмм вытянули представляете какие красивые ой прям лапте но их тоже сегодня уже кушать не буду буду кушать завтра я вечером обычно не не ем такие продукты я вечером обычно что-то молочное вот еще я купила вот такие помидорчики 50 рублей килограмм они такие вот неприглядненькие с этой стороны а с этой стороны такие вот красивые я прошлась по рынку тоже уже подпортилась вообще даже не на шток глаз положить овощи все уже такое впечатление что они отходят сидят бабулечки и такое у них уже все непонятно на что похоже в общем товарного вида нет но цены заоблачные сидит говорит и спрашивает сколько стоят огурчики она говорит 30 рублей 600 грамм я вообще не пойму почему 600 грамм и почему она по 600 грамм расфасовала и по 30 рублей вот это то что у меня ну вот как бы мой глаз лег на эти огурчики вот помидоры тоже там были сливочки одни тоже подошла спрашивает сколько 70 рублей говорит и я такая спокойно даже ничего ни слова не говоря разворачиваясь уходить она а вы знаете сколько я труда в них вложила вы знаете что они уже отходят там я говорю да я же вам вообще ничего не сказала повернулась и пошла вот и я не знаю как бы я пошла и думаю вот я обидела человека тем что спросила сколько стоит представляете сколько я купила сухарей это ванильные сухари здесь даже килограмма нет но они такие такой большой кулечек я очень обожаю эти сухари я не знаю их специально жарят или может быть это с какого-то хлеба но вы не представляете какие они вкусные я все время когда они появляются их разбирает моментом но я сегодня вот пришла у них был привоз и я как раз увидела там в ящике уже почти не оставалось я говорю давайте этим не все и купила вот такое молоко просто квашеное отборное и вот буду пить с молочком вот сейчас на ночь я выпью стакан молока и съем пару сахарей и вот это мой ужин будет такой я где-то часов 7-8 так ужинаю и до утра но утром конечно я не знаю по разному вот сегодня я встала 5 часов не было и я выпила кофе и наверное позавтракала часов 10 если я встаю допустим попозже вот вчера я проснулась в 7-ом часу где-то минут 27-го то естественно я каждое утро выпиваю у меня не 300 граммовая кружечка у меня где-то грамм 150 кружка а то может быть и меньше может даже 100 грамм я как-нибудь вам ее покажу и вот я эту кружку кофе выпиваю с молоком обязательно без ничего то есть я не делаю никаких бутербродов ничего и потом где-то только часа через два через три я завтракаю или кашку или что-то такое легкое вот завтра у меня допустим будет вначале кофе а потом будет чай с бутербродом с таким вкуснячим вот ну что мои хорошие вот такие покупочки я совершила я осталась конечно очень довольна особенно этой пряжей я буквально только день два назад смотрела сайты хотела выписать потому что я хотела именно такую разноцветную пряжу она понимаете это стопроцентный акрил но он какой-то такой интересный акрил что он похож на хлопок и как бы когда вяжешь он жестковат но его когда стираешь постираешь он очень даже хорошо ну как бы держит и форму не растягивается не не кошлатится ничего какая-то специальная обработка или еще что-то не знаю но мне этот акрил очень понравился и может быть я говорю даже не носки а что-то еще с него свяжу вот если бы у меня была возможность приобрести побольше такой пряжи то я бы наверное связала себе какой-нибудь кардиган такой оляпистый представляете радужный я бы его назвала такой красивый кардиган с каким-нибудь бы узором таким бы я придумала бы чтобы не на такую глубокую осень а на раннюю осень когда чуть прохладно становится накинуть на плечи и пойти ой прям бы вот у меня прям идея загорелась уже бы я бы понизу сделала бы ажур какой-то узор да по бокам бы сделала бы пустила бы тоже какой-нибудь на планке ажур и можно было бы на рукава понизу тоже кайму какую-нибудь ажурную такую же как снизу представляете идеи мои идеи очень много у меня идей только когда это все вязать ладно наговорила вам здесь много я вам желаю всего самого наилучшего чтобы вы ходили по магазинам и были неограничены в средствах чтобы вы на что смотрел ваш взгляд могли себе позволить купить вот я считаю что на сегодняшний день у меня уже как бы скажем так не совсем плачевная ситуация по поводу финансов потому что я уже сейчас могу пойти в магазин и хотя бы что-то приобретать потому что больше года у меня такой возможности вообще не было и я практически ничего не покупала в магазине а сейчас я говорю что я уже можно сказать что сняла зубы с полки и могу позволить себе купить всякие вкусняшки вот я желаю вам прежде всего здоровья вам и вашим близким также желаю хорошего настроения мирного неба над головой чтобы в вашем кармане побольше звенело золотых монет и до новых встреч до новых видео будет еще очень много интересного поэтому подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх делитесь со своими друзьями возможно они тоже любят такие рубрики а может если раньше не любили то они полюбят всего вам самого наилучшего мои хорошие с вами была Ирина всем привет сегодня 10 августа солнце светит прямо в глаз на улице такая свежесть смотрела сейчас в интернете пишет что 19 градусов у меня то оно не ощущается потому что солнце светит прямо в глаз восьмой час утра дворник убирает ветерочек такой свежий но я сегодня получала истинное удовольствие наконец-то первый раз за все лето у меня было действительно комфортно то есть не то что там прям совсем комфортно но извините за такое слово первый раз или за такое предложение первый раз за все лето я не потела так вот так же спала под простынкой всю ночь то ее на себя накрываю то ее раскрываю вот вчера связала образец из пряжи которую купила как он мне понравился не знаю теперь у меня мысли где бы взять денежку и докупить я не думаю что ее быстро раскупят потому что я смотрю что прям навалено и лежит наверное ну не или или только недавно ее привезли или люди не увидели какая она красивая я ее постирала она нисколько не полиняла не растянулась ничего вот мне очень понравилось теперь мне хочется связать с нее кардиган ну надеюсь что пока у меня на ютубе придет зарплата ее все не разберут это получается у меня еще почти две недели вот говорят мечтайте и мечты ваши сбудутся если найдутся желающие проспонсировать меня на эту пряжу я буду вам безмерно благодарна даже если вы по 50 рублей пришлете мне получается если 10 человек по 50 рублей пришлет то это уже будет 500 рублей и это будет 5 моточков я буду очень вам благодарна конечно я же еще раз повторяю что когда придет зарплата с ютуб я схожу посмотрю если будет то я еще докуплю но не факт что она останется может быть ее и разберут вот если нет на нет и суда нет значит не судьба сейчас только увидела мужчина такой весь седой вот наводит порядочки то есть это я так понимаю житель того дома наводит порядки на балконе у меня можно загорать прям стою печет вообще пошла пить кофеек я сегодня подольше повалялась я проснулась я проснулась а просто лежала мысли гоняла и как бы не жарко было поэтому я лежала завтра мои дети должны приехать я в режиме ожидания в таком у меня такое волнение давно не видела внука в живую скажем так каждый день я вижу его в скайпе а в живую я не вижу и прям я в таком режиме ожидания вы не представляете какое я испытываю волнение пошла пить кофе не знаю что еще буду сегодня делать днем то есть не планировала абсолютно ничего ладно пошла я говорила вам что покажу кружечку из которой я пью кофе вот такая кружечка когда-то покупала еще в Москве сахар тростниковый и он был такой в упаковочке и с этой кружечкой это вот фирма мистраль был сахар таких два бутербродика себе сделала как я вам и говорила но хотела вам показать такая дорогая колбаса в довесок было накручено вот столько пленки и веревочка с железкой вообще насколько я знаю они должны все это обрезать вот каждый выживает как может и я даже без внимания что мне столько всего понакрутили на таком маленьком кусочке у меня там где-то грамм 200 ее колбасы и получается ну железка тут такая прилично весит я не знаю грамм 20-30 точно весит ну что ж теперь все хотят кушать что это Продолжение следует...